Воскресный день Мы все это отодвигаем на второе место И мы стремимся, мы идем, мы приходим в Дом Божий Я верю, что Господь для каждого из нас очень многое приготовил Слава Богу! Я хочу сегодня делиться с вами Словом Божиим И тема моей проповеди будет называться «Я слишком хорошо тебя знаю» Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 25 главу Евангелие от Матфея, 25 глава Мы будем читать с 14 стиха Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну Призвал рабов своих и поручил им имение свое И одному дал он пять талантов Мы должны знать, что здесь идет речь не о способностях человека А именно о финансах Хозяин своего дома, он доверяет финансы своим рабам Это были непростые рабы И здесь описывается дальше И одному дал он пять талантов, другому два, иному один Каждому по его силе и тотчас отправился Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело И приобрел другие пять талантов Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю И скрыл серебро господина своего По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них Господин его сказал ему Хорошо, добрый и верный раб В малом ты был верен, над многим тебя поставлю Войди в радость господина твоего Подошел так же и получивший два таланта и сказал Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них Господин его сказал ему Хорошо, добрый и верный раб В малом ты был верен, над многим тебя поставлю Войди в радость господина твоего Подошел и получивший один талант и сказал Господин, я знал тебя Отсюда и родилось название проповеди Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле Вот тебе твое Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый Ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим И я, придя, получил бы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов Ибо всякому имеющему дастся и умножится А у неумеющего отнимется и то, что имеет Я хочу здесь выделить три откровения, три мысли И первая, друзья, она заключается в 15 стихе И одному он дал пять талантов, другому два, одному один Каждому по его силе и точно с отправился Друзья мои, мы должны знать, что мы благословлены Господом сегодня Абсолютно каждый из нас И это не вчера, это не через десять лет Это не когда мы что-то сделаем Ты сегодня благословен Богом Сегодня Господь тебя в эту именно минуту Именно в реальном времени Сегодня ты и я Мы благословлены Господом Друзья, очень важный момент Иногда настолько все затирается, знаете, настолько мы привыкаем к тому, что Нас сегодня окружает, чем мы можем пользоваться И мы не замечаем, мы перестаем Мы теряем ценность к этим вещам Но на самом деле, друзья, мы Это все благословение, которое нам дал Господь Самое большое благословение, которое мы сегодня имеем Это наша жизнь Ты можешь сегодня жить на этой земле Самое большое благословение, друзья, которое мы имеем Это слово Божие, которое нам открыл Господь Мы сегодня имеем доступ к небесам Мы сегодня имеем доступ к вере Мы сегодня имеем доступ к жизни с Иисусом Христом Мы сегодня, друзья благословены Прямо сейчас, ты скажешь, как я благословен Посмотри, что в моей жизни происходит Друзья, написано, где бы я ни шел Ты всегда со мною Это и есть понимание, друзья Истинное понимание благословения Что со мной всегда и везде Господь Это значит, я пройду Любую бурю, любой шторм Я пройду и радость и печаль Потому что где бы я ни пошел Куда бы ни ступила моя нога Со мной идет Иисус Христос Со мной идет мой Бог, друзья Мы сейчас благословлены В эту секунду, в эту минуту Ты и я, мы благословлены Господом Иногда нужно это сказать самому себе Потому что иногда так случается Мы перестаем действительно замечать Что сделал для меня сегодня Господь Самое великое благословение Которое ты сегодня имеешь Живя на этой земле Мы сегодня пели прекрасную песню Мы не рабы греха Мы не должники сегодня греха Мы не обязаны сегодня Отчитываться перед дьяволом Мы не обязаны сегодня Делать то, что он нам говорит То, что говорит этот мир Мы сегодня свободны от греха Мы имеем сегодня право выбора Мы имеем свободу Это настоящая свобода в Иисусе Христе Он всем дал Каждому по нашим способностям Он каждому дал Он не обделил ни одного человека Он не обошел никого Он не забыл Он нам дал всем Вторая мысль, которую я хочу сегодня сказать Дал, но мало Знаете Дал, но мало Иногда нам кажется, друзья Нам да Мы как верующие люди Мы, конечно, понимаем Мы не можем сказать, что Бог ничего не дал Но иногда нам кажется Бог нам очень мало дал Почему тому пять? Почему тому сто? Почему тот вот так? Почему у того в жизни так происходит? А в моей жизни? Друзья Я хочу сказать Мы в погоне за чем-то большим Мы пренебрегаем малым Семя Мы должны читать Очень внимательно Когда ты читаешь Библию Ты замечаешь Иисус Христос Господь Он очень часто учит о вере Он очень часто использует Ну, земледелие Да, он говорит о семени Он очень много говорит о семени Семя Он хочет, чтобы мы обратили внимание Он хочет, чтобы ты обратил внимание Что семя Оно имеет очень сильный, огромный потенциал И Бог благословляет человека Прежде всего через семя, друзья Но иногда, знаете, что происходит с нами? Иногда с нами происходит то, что Мы в погоне за плодом Мы ожидаем плода Нам не хочется в этом процессе Потому что ведь семя нужно посадить Ведь за ним нужно ухаживать За ним очень много труда Чтобы прийти, получить плод И нам всегда хочется получить сразу Что-то большое Что-то, ну, уже конечный результат И мы обычно просим у Бога Ответы на наши нужды Как мы просим? Мы не говорим Дай мне решение Дай мне время Дай мне ответ сейчас, Господь Вот дай мне решение Дай мне готовый продукт, да? Дай мне конечный продукт Зачем? Нам не хочется ждать Нам не хочется идти Нам не хочется трудиться Нам не хочется меняться Дай мне сейчас Ответь на мою нужду Но чаще всего Господь отдаёт нам ответы Именно через семя Посмотрите, очень интересный Текст в Священном Писании Скрыт Во 2 Коринфянам 9 глава С 10 по 11 стих 2 Коринфянам 9 глава С 10 по 11 стих Мы можем почитать Десятый Дающий же семя Сеющему И хлеб в пищу подаст Обилие посеянному вами И умножит плоды правды вашей Так, чтобы вы Всем богаты были На всякую щедрость Которая Через нас Производит Благодарение Богу Нам всегда хочется Оказаться во второй части Я сначала буду богатым А потом я буду что? Ну потом я буду решать, да? Что делать мне с этим богатством? Нам всегда хочется попасть Во вторую часть Этой мысли Этого откровения Божия Но, друзья Вторая часть Она начинается с первой части Он говорит Сначала я дам тебе семя Встречи Отношения Служения Там, где тебя не видят Там, где не знаю То, что другие пренебрегают Говорят, это не нужно Это мусор Для кого это уже сегодня Ничего не стоит Потому что он имеет Очень много в своей жизни И для них То, что сегодня ты получаешь В его глазах Это уже ни о чем Просто это пустое Это пустое место Но Бог начинает Вы помните Исфирь, друзья Что она делала? Она шла на поле И собирала мусор Остатки пищи Но вы знаете, что с ней Когда она шла Она была верной Откровению Слова Божьего И в конце Все эти поля Она стала Хозяйкой этих полей Аллилуйя Это откровение Божие Через которое Господь сегодня Хочет тебя и меня Проводить И Он ведет нас Сначала дает нам семя Потом Если ты Внимателен К этому семени Если ты не пренебрегаешь Этим семенем Если ты не пренебрегаешь Тем, кто рядом с тобою То, что тебе сегодня Господь Самое маленькое дает Если ты ответственный На своем рабочем месте Если ты ответственный В своих пожертвованиях Если ты ответственный В своем служении Даже если оно Самое незаметное И неприглядное И никто тебя не благодарит За него каждый раз И не объявляют Твою фамилию И имя Кто там будет проповедовать Или еще что-то Может быть Никто даже не знает Что ты делаешь Брат мой, сестра Это то маленькое семя Через которое Бог хочет дать тебе Целые поля Слава Иисусу Христу Иногда мы не понимаем Действительно Бога Иногда Вы знаете Он говорит Ну один ты мне дал Да? Это по-честному Очень мало Но если вы будете Внимательны Когда Господин говорит Когда они дают отчеты Говорят Мы умножили Вот только Знаете что он говорит Ты был верен в малом Посмотрите У Бога совсем другие глаза Слава Богу За нашего Бога Он не смотрит Категориями людей Вот мы оцениваем По-человечески Мало Это много Мы поставили мерки А Бог говорит Пять дал тебе Десять Говорит Войди Ты верен был в малом Я надумал Подожди Еще больше что ли? Да ты не знаешь Что такое в моих глазах Больше Ты даже представить себе Не можешь Ты думал Знаете это брокеры были Это были брокеры Это были люди Которые должны были умножать Богатство своего хозяина Это не были простые рабы Они просто здесь написаны Так В современном переводе Это были очень умные люди Способные люди Они знали Что такое делать бизнес Они должны были пойти И вложить деньги своего господина И умножить их Они должны были увидеть на рынке Самое перспективное дело И сказать Я вкладываю в это дело Мы еще не до конца не понимаем Действительно Кто такой наш Господь Насколько Он велик И я так рад Потому что каждый день У меня есть шанс Еще больше увидеть Его славу Друзья Потом Он нам дает Из семени Мы получаем хлеб Друзья Потом приходит обилие Это благодать Божия Если ты верен Если ты трудолюбив Если ты не покладаешь рук Если ты сегодня трудишься И идешь за Господом Дальше приходит Божье обилие Господь дает обилие твоему плоду Следующее идет за ним умножение Это все Это отдельная вообще проповедь Я не буду даже углубляться Вы просто поразмышляйте об этом Я верю в Дух Божий Он откроет вам Это все определенные уровни Которыми Господь нас сегодня ведет В этой жизни Дальше Господь говорит После умножения После умножения придет что? Богатство Это тоже определенный уровень Божьих людей Божьего человека Верующего человека Когда Господь доверяет ему Когда в его жизнь приходит уже изобилие И этот верующий человек Он способен Получив уже Войдя в этот уровень изобилия Он по-прежнему остается верным Он говорит Все чтобы Для того чтобы это все прославляло Имя Божье в твоей жизни А мы идем и пинаем семена Друзья Действительно сегодня Конечно мы живем в современном мире И вот это понятие семена Там посеять Это уже Для многих из нас Для многих из нас это далеко Приходишь в магазин Положил 100 рублей Тебе насыпали Мешок гречки там В пакете Пошел домой Что для тебя этот пакет гречки? Это хороший ужин А для земледельца Это поле гречки Вы чувствуете разницу? Ты чувствуешь разницу? Как ты сегодня смотришь на молитву Что такое молитва? Она уже сегодня для тебя ничего Ну что я уже сто раз молился Ничего не происходит Ничего не меняется в моей жизни Это семя, братья и сестры Семя Да что там я Ну что я там могу сделать Ну что я пожертвую Ну там 5 рублей Ну у меня нет возможности Ну что я буду Я не буду вообще Вот дождусь Когда будет в изобилии Друг мой брат, сестра Это семя Которое Господь умножает Слава Иисусу Христу Не сравнивай себя с другими Не нужно завидовать Не завидуй никому Не завидуй у кого лучше сегодня Чем у тебя Доверяй сегодня свою жизнь Господу И помни Из малого Бог делает большого Почитайте пожалуйста Библию Посмотрите кого выбирал Господь Чтобы через них Отдерживать победы великие Кого выбирал Господь Что там были за люди Кто это были? Это были самые простые люди Чаще всего это были безнадежные люди Без будущего Без прошлого И без настоящего Но что делал Господь Он приходил, брал этих людей И сегодня мы читаем и восхищаемся Подвигами этих людей Слава Иисусу Христу Господь Он с нами Он Благословляет нас И третья мысль Которую я хотел Она будет основная Мы слишком хорошо знаем Вы знаете Сегодня мы живем Такое время Время знаний И я нисколько сегодня Не против знаний Я не умоляю Я очень уважаю Ценю людей Которые Сегодня очень Разные специалисты И это очень важно Для нас Для всех И мы Сами пользуемся И я сегодня Хочу сказать о другом Знаете что я заметил Сегодня по себе Что я Что я стал Сегодня замечать Друзья Я замечал Что иногда Опыт И знания Опыт И знания В нашей жизни Они очень часто Бывают так Они могут Мешать нашей вере Они словно Конфликтуют порой С нашей Божьей верой Которая есть В нашем сердце И сегодня Вот это время Нанотехнологии Знаете Все нано Все Все нужно знать И я замечаю Что где-то вера Она даже становится Предметом Знаете Насмешки И мы При разговоре С людьми С другими людьми Мы очень охотно Говорим о знаниях О наших достижениях И при этом Не очень удобно Иногда Начать разговор О нашей вере Потому что Сегодня вера Она уже Как бы не в моде Где-то А знаете почему А потому что Веру У веры нету Формулы Друзья Знания Они Понимаете Знания Они Какой Мы знаем Что это Определенный Опыт Мы можем У знаний Есть формула Как это Происходит То есть Мы понимаем Как это Происходит Для нас Это понятно Знания Делают для нас Понятными Вещи Но когда Касается Вопрос Веры В твоей жизни Друзья Согласитесь Со мной Она всегда Непредсказуема Вера Она всегда Непредсказуема И веру Я бы сравнил Как действует Вера В жизни Человека Вера Она вот Как листья На дереве Вроде бы все Одинаково У нас Но нет Ни одного Чтобы Один в один Нас Господь ведет Мы вроде Все живем Одну жизнь Вроде все Похоже И одни и те же Потребности У человека Но посмотрите Каждого из нас Бог ведет Своим чудным Путем Вера Друзья И Знания Мы видим Здесь Этого человека Да И он Говорит Здесь Такую вещь Он говорит Когда Господин Возвращается Он говорит Ты мне Дай отчет Он говорит А я знал Тебя Я тебя знал И поэтому Я не сделал Я не пошел Я не стал Рисковать Я не стал Что-то делать И поэтому Я принял решение И я заметил Друзья В нашей жизни Когда мы Что-то очень хорошо знаем Я заметил Что в этот момент Очень трудно поверить Особенно Когда ты открываешь Божье Слово И ты читаешь О чем-то И ты знаешь Свою ситуацию Ты хорошо знаешь ее И ты открываешь Божье Слово А оно говорит Обратное Все наоборот И тогда Происходит Внутренний кофе Очень сложно Принять позицию Божьего Слова Когда мы читаем О жене О муже Я так задумался Думаю Интересно Почему мы проводим Мужские служения Женщин не пускаем туда А вы знаете Мы там на мужских служениях Мы проповедуем И мы говорим Мужчина Это Божий человек Это добытчик Это то защитник Да Братья Так или нет Это священник И я думаю Да Если бы сидели рядом с нами Наши жены Знаете бы что они сказали Внутри себя Я его знаю Я его знаю Защитник Добытчик мой Поэтому мы Не пускаем Сестер на эти служения Да Это правда Когда мы говорим О своих детях Когда наших детей Хвалит кто-то Вы знаете Что у меня внутри Я их хорошо знаю Вы просто их не знаете Да Когда Иногда Вы знаете Мы настолько знаем Уже все проповеди И Божье слово Что когда ты сидишь На собрании И уже говорят Что будет Выйдет проповедник И ты уже внутри Что Только первые слова Проповеди Ты уже Что внутри себе Я уже знаю Этого я знаю Можно говорить О многом О наших диагнозах Друзья Сегодня Вообще Я не знаю Как вере Работать С нашими болезнями Я вообще не знаю У нас Яндекс и гугл Наш Этот Скорый помощник В нашей беде Да Что Что Где мы И какая вера Ну как там Эту веру Применить Вы помните Иисус плывет Со своими учениками Начинается шторм И он спит В это время И ученики Они там Борются с этим штормом Они с ним воюют Они гребут Они стараются Спастись А Иисус просто спит И один из учеников Говорит Иисус Ты почему спишь Тебе разве дело Нет Мы умираем Мы погибаем И знаете Мне нравится Иисус просто встал Написано Повелел Говорит Буря Ветер утихни Море успокойся И ученики Они просто в шоке Да Вы помните Там раз и штиль И они смотрят И написано Они его боялись В другом месте Он исцеляет Бесновавшуюся юношу И написано Они смотрят Когда это делают Все Иисус Они ему говорят Иисус Мы не поймем Как ты это все делаешь Он им говорит Да вы маловеры Они ему говорят Так Ну они же думают Да Они думающие люди Они говорят Так подожди Значит надо быть Надо веры Если у нас будет Побольше веры Значит мы тогда Сможем делать как он И они им говорят Умножь в нас веру А знаете что он им говорит Он говорит Ребята вы не понимаете Если бы у вас Она была Хотя бы С горчичное зерно Там вообще Это Очень маленькое Опять о зернах Видите Приходят все К зернам Он говорит Если бы у вас было Вот Ничего не надо Умножать Приумножать Увеличивать Он говорит Вот просто Вам бы сейчас Позволить Раздвинуть ваши мозги Убрать все ваши знания Немножечко Отодвинуть все назад Ваш прошлый опыт Рыбаков Ваши прошлые Все что было В вашей жизни И хотя бы туда Поставить Зернышко Веры С горчичным зерном Он говорит Вы тогда сможете Двигать горы И я понял Думаю Господи Это про меня Я иногда Настолько Настолько знаю Весь расклад Что даже Зернушку веры Нету места В моем сердце Я настолько Хорошо знаю Свой диагноз Что Я знаю Во сколько мне Пить таблетки Я настолько Знаю Что даже будет Дальше С моим диагнозом Какие Что меня ждем Мы все знаем Настолько Что даже Уже нету Смысла И когда тебе Говорят об исцелении Ты даже на это Не обращаешь Никакого внимания Уже нету веры Нету места Для веры В этой сфере Твоей жизни Друзья мои Я заметил Можно о многом Говорить О наших работах Во всем Я хочу сказать Что у каждого Из вас Возможно Есть сфера жизни Где вы Сегодня Пытаетесь Что-то решить Знаниями С помощью Опытных людей С помощью Еще Каких-то Специалистов Но ничего Не решается Я думаю Каждый из вас Многие из вас Были в этих ситуациях Знаете почему Потому что Это место веры Друзья Потому что Это территория Где Господь Хочет научить тебя Верить ему Да И там Ничего не объяснить Там даже Ты даже Вот Когда у тебя что-то Бывает Происходит в жизни Какие-то чудеса Божьи Ты даже не знаешь Как их свидетельствовать Неверующему человеку Потому что он Посмотрит на тебя Скажет Ты вообще У тебя все хорошо Разве такое может быть? Разве так бывает? Друзья Если мы сегодня Имеем очень много знаний И мы начинаем Читать Библию Я вам гарантирую Вы столкнетесь С разными проблемами Если вы знаете Математику Хорошо Тогда Вы дойдете До истории Где Иисус Пятью хлебами Пятью хлебами И двумя рыбками Накормил пять тысяч человек Я думаю У математика Проблемы будут Сложно Кто-то физику Хорошо знает Когда вы начнете считать Что море раздвинулось И стояло Разве у вас Не возникнут вопросы? И можно продолжать Этот список Знания Друзья Вы знаете Они Они Это хорошо Но мы сегодня Посмотрите Что Слово Божие Говорит сегодня о нас Слово Божие Говорит Во втором коринфянам Пятая глава Седьмой стих Ибо мы Ходим верою А не видением Знание Это видение Это то что Ты видишь Своими глазами То что ты можешь Обосновать И объяснить Братья и сестры В этот век Нанотехнологии Мы не должны потерять Самое дорогое Мы не должны потерять Веру Живую веру Которая ходит по воде Да, да Я говорил Будут проблемы Которая ходит по воде Которая из скалы Пьет воду Иссекает Вера Которая Сыпется с неба В виде манны Это все вера Наша Друзья Которую нам дал Господь Которую дал тебе Друзья И мне Это все вера Вера Это не то что ты сделал Сто лет назад Вера Это то чего ты еще Вообще не делал В своей жизни Вера Друзья Это не то где мы были Это то где мы еще Никогда не были Это и есть вера Друзья То что уже произошло Уже случилось Оно уже не вера Вера это то что себя Сегодня ждет еще впереди И я сегодня благодарю Бога Что он дает нам Разные ситуации В нашей жизни Для того чтобы мы Могли переживать Силу веры В нашей жизни Пусть нас Бог благосовит Пусть Господь Управит Нашими путями И поможет нам Научиться Жить верой А не тем что мы уже знаем Или то что с нами Происходило раньше Особенно я бы отметил Когда у нас что-то Не получается в жизни Очень часто В будущем Этот негативный опыт Он может тебя остановить И не дать тебе войти В тот успех О котором ты мечтал раньше Друзья Очень здорово знать Но не всегда это Не всегда это Готово работать С верой Божией В нашей жизни Еще одну мысль Последнюю Которую я хочу сказать Откройте Евангелие От Марка Шестая глава С первого по шестой стих Евангелие от Марка Посмотрите Иисус Он тоже сталкивался С этими моментами В своей жизни Евангелие от Марка Шестая глава С первого по шестой стих Будем читать Оттуда вышел он И пришел в свое отечество За ним следовали Ученики его Когда наступила суббота Он начал учить В синагоге И многие слышавшие И с изумлением Говорили Откуда у него это Что за премудрость Дана ему И как такие чудеса Совершаются руками его И вот здесь Вот кажется Такое хорошее служение Все вдохновляются Радостные Такое вот Слово идет Проповедь такая Мощная Чудеса сопровождают Но знаете Следующий стих Он вообще удивляет Реакция Какая была реакция людей Смотрите Не плотник ли он Сын Марии Да-да Который даже денег не было На нормальную гостиницу Брат Иакова Иосии Иуды И Симона То есть смотрите Что происходит Иисус Христос Идет и проповедует По разным городам Он уже Вошел в свое призвание Он хочет Он несет Благословение Исцеление Спасение людям И он приходит Написано Куда В свой родной Город На свою родную улицу В свою родную церковь Где он рос Где он бегал Где его знали Другим Не таким Который он стоял Уже взрослый Со словом Божьим Умный Да Благосовенный Я представляю А там были люди Которые знали Его совсем Совсем Другим Когда он был Мальчишкой Когда он был Ну такой же Где-то Наверное Что-то там Они делали Понимаете Ну когда мы все были Помните в детстве Иногда ты встречаешь Своих учителей Или что Они говорят Да я не верю Что не может быть Что это ты Да Они помнят Какой ты был Хулиган Да Ну еще что-то Да Они помнят Какие-то случаи В твоей жизни И конечно Или для мамы Взять для своей собственной мамы Ну когда ты вот Станешь взрослым Они говорят Тебе Песня Будет И все Сыночек мой Знает Да потому что Так вот Когда Иисус Приходит в свой дом И он хочет Принести туда Благословение Откровение Спасение Наставление То там Встречают его люди С такой апатией С таким Пессимизмом И они Говорят Разве Да вы что не помните Кто это такой что ли Да как это Да не может быть Чтобы через него Действовал Бог Да не может быть Чтобы через него Я получил ответ Проблема была Этих людей Знаете в чем Они слишком Им показалось Они подумали Они слишком хорошо Знали Иисуса Христа И вы знаете Конец этой истории Конец этой мысли Посмотрите Он очень трагичный И они тут Перечисляли Всех Кости всем промыли И маме И папе И всех сестер И братьев Вспомнили И все там наверное Кто что носил Какую одежду Где ели Где покупали Они все перечисляли Там Всю родню Вспомнили Не здесь ли Между нами Его сестры Что там было Да Может быть Мы не знаем Как там Жизнь их проходила Но все Но они все Это перечисляют И написано И соблазнились О нем Иисус Сказал им Не бывает Пророк Бесчестия Разве только В Отечестве Своем И у сродников В доме Своем Посмотрите Пятый стих И не мог Совершить там Никакого Чуда Не мог Представьте Ну там Конечно Написано Только на немногих Больных Возложил руки И исцелил их Ну видите Для Господа Опять Это немного Это ничего Значит Вообще Для нас Наверное Уже Даже Так Хотя бы Несколько Уже Было Вау А для Бога Он говорит Ничего Там даже Сделать Не смог Почему Почему Потому что Они так Отнеслись К нему Они не смогли Поверить Они не смогли Поверить Что Я могу Быть исцелен Даже от этой болезни Которая уже Десять лет У тебя И они не смогли Поверить Что твой муж Он действительно Может стать Божьим человеком Потому что Слишком хорошо Ты его знаешь Когда о детях Наших Нам это трудно Поверить Что они вырастут И у них там Все будет Или больше Даже чем у нас Потому что Мы смотрим И мы их знаем Какие они Что они не любят Что им нравится Как они к учебе Относятся Еще что-то Нам трудно Поверить Понимаете Когда ты Последний раз На рождественские Проповеди Откровения получал И знаете Задумался Стал размышлять Думаю Там ведь всегда Похожи Проповеди На рождество Помните Мария там Родила Место писания И ты Знаете Я поймался На такую мысль Я на рождество Иду как на концерт Ты даже не ждешь Ты даже не ожидаешь А ведь это Это то же самое Божье слово Тоже Такое же Сильное Такое же Благословенное Ты приходишь Ты уже наизусть Может даже знаешь А причастие Помните Да Это Коринфянам Там Ешьте Не ждите Одинаково Сколько лет Я с 2002 года В церкви И столько лет И всегда читается Это место писания И что Настолько мы хорошо Его знаем Что ты даже не ожидаешь Что Бог через него Что-то может сказать тебе Проговорить Мы затаптываем Очень много семян Бог знаете Даже может Через такие мелочи Нам так много сказать Столько много Может показать Через вообще Такие мелкие детали Если мы Невнимательны Если мы Пренебрегаем То тому рабу Было сказано Заберите у него То что он имеет Очень страшно Друзья Заберите у него То что есть И отдайте тому Кто сегодня Об этом беспокоится И заботится Я сегодня смотрю Сколько братьев И сестер наших У них отнята У них отнята Знаете почему Они пренебрегли Они не оценили Мы привыкли Да что там одно и то же Что там идти Разве там может В этом кирпичном доме Разве там может Что-то случиться Разве там Бог Может что-то сделать Мы ведь еще В той культуре выросли Да и для нас Церковь это такое Спецместо Необычное Все должно У нас у всех Есть свое представление Какой Бог Мы знаем ведь все Да Мы знаем наперед Как Бог должен действовать Мы знаем И мы лишаем себя Истинного Настоящего присутствия Божьего Мы знаем Какой проповедник Мы все знаем И ты просто блокируешь Сегодня Своё сердце Свой разум Ты не позволяешь Божьему слову Проникать в него Благословлять тебя Умножать Давать тебе благодать Взращивать те семена Которые ты Однажды Господь Посею в твоё сердце Я замечаю это в себе Я сегодня понимаю И говорю Господь Я хочу это всё Пересмотреть Я хочу быть внимательным Каждому слову Я хочу быть внимательным К каждой строчке Библии Я хочу Научи меня Потому что такая спешка Такая гонка Сегодня А знаете Зачем гонка Гонка за хлебом За булкой хлеба И ты бежишь в этой гонке И топчешь колосе Ты топчешь семена Ты забыл про эсфирь Ты забыл про эту женщину Ты забыл про Божье слово Ты забыл про откровение Ты не видишь его И ты в погоне за булкой хлеба Ты топчешь семена Ты теряешь Такие возможности Ты пренебрегаешь Отношениями с людьми Ты не держишь своего слова И ты потом удивляешься В будущем Почему ничего нет Почему к тебе так отнеслись Почему тебя не понимают Ты пренебрегаешь малым И тогда Божий закон Включается в работу И написано Возьмите у него То, что он сегодня имеет И отдайте другому И поэтому ты смотришь У другого было много И стало еще больше А у тебя было мало И не стало даже этого малого Братья и сестры Мир устроен так Что если о чем-то Перестать заботиться Просто начать Перестать уделять время Внимание Оно просто само по себе Обветшает Оно потеряет свой функционал Оно устареет Оно просто сломается И так далее Оно перестанет быть И существовать Если над ним Если над ним Оно перестать